Здравствуйте! В эфире новости первого Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Карагандинские спасатели объяснили, как нужно правильно использовать пиротехнические изделия при проведении новогодних мероприятий. В День независимости Республики Казахстан в воинской части 52-589 новое пополнение принимало присягу. В Караганде прошел юбилей актрисы, примы русского драматического театра Нелли Штоколовой. В День независимости Республики Казахстан в воинской части 52-589 новое пополнение принимало присягу. В этот день торжественно поклялись верно служить нашей стране 90 человек из пяти регионов Казахстана. Торжественным маршем начался этот день для солдат-новичков. Затем созвучали слова присяги. Теперь уже настоящие солдаты обещали выполнять свой военный долг, достойно не только перед своими родителями и командирами, но и перед всей страной. С добрыми словами на пустое обратились родные к сыновьям, ставшими солдатами. В свою очередь командиры поспешили успокоить семьи своих подопечен, ведь для парней созданы все условия для службы. Хочу заверить, как уже было сказано родителям, что ваши сыновья попали в достойное подразделение, которое несет службу во благо защиты населения нашей страны. В этом году руководители частей сухопутных войск, сил воздушной обороны, специальных войск и подразделений связи в городах Тарастов, Докарганка, Пшагай, Приозерск, поселках Атары и Баралдай приняли пополнение из молодых военнослужащих. Солдаты срочной службы сразу начнут готовить специалистов в областях артиллерии, танкового отдела, связи, стрелкового мастерства. В нашей части осваивают профессию спасателя и другие профессии. Молодые парни гордятся тем, что могут посвятить свою жизнь службе Баба Городины. Они обещают обеспечить безопасность гражданам Казахстана. Один из этих патриотов оказался военнослужащий из Восточно-Казахстанской области Сели Каталжанов. Горжусь тем, что он принял, попал в этот войска, в спецназка. Анастасия Семенова, Кайрат Рашидов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Сегодня ведется целенаправленная работа по обеспечению непрерывности и преемственности образования. Это важно для нашего региона, ведь Карагандинская область представляет собой один из наиболее важных районов для казахстанской экономики. На традиционном онлайн-брифинге особое внимание было уделено обеспечению равного доступа к качественному дошкольному образованию. С прошлого года в четырех школах области началось внедрение проекта «Международный бакалавриат», что позволит создать условия для обеспечения конвертирования среднего образования, подготовки выпускников школ к поступлению в лучшие университеты мира, в том числе Назарбаев университет. Кстати, в этом университете обучается 191 карагандинский выпускник. Для нашей области это очень хороший показатель. Для повышения качества знаний и эффективности обучения в области ведется целенаправленная работа по внедрению инновационных проектов. В настоящее время их в области более 60. Среди них такие, как полиязычное образование, ресурсные центры, кредитная технология, информационно-образовательный проект «Блемал», электронная школа и многие другие. Сотрудники департамента казначейства по Карагандинской области, как и все казахстанцы, встретили торжественно День независимости. Кому как не людям, которые руководят денежными потоками региона, знать, как развивается область, насколько стабильна ее экономика. Социально-экономические достижения Республики Казахстан за годы независимости являются уникальной моделью интенсивного развития самостоятельного государства. День независимости – это великий день. Этому дню мы обязаны сегодняшними успехами, благополучием, радостью, надеждой. В этот торжественный день лучшие работники казначейства были отмечены грамотами, а душевный подъем обеспечил духовой оркестр, музыканты которого доказали, что они могут не только услаждать слух маршами, но и заразительно танцевать. В Карагане прошла молодежная конференция, название которой «Дин и дастур». Основной темой такого уже традиционного собрания – в городе влияние экстремистских организаций на молодежь. Подробнее в следующем сюжете. Подобные мероприятия проводились общественниками на протяжении всего лета. Главная их тема – как огородить молодое поколение от экстремистских организаций. Также рассматривались вопросы о том, как вообще истребить в обществе слово «терроризм». На конференции «Дин и дастур» представители религиозных организаций советовали молодым людям не путать религию, ислама и экстремистские религиозные течения. Сегодня проблема экстремистских течений очень актуальна. Мы должны оградить молодежь от плохого влияния. Плохие действия экстремисты объясняют девизом «во имя ислама». Наша цель – давать информационные призывы о том, что нет такого понятия творить зло во имя Аллаха. Сегодня мы собрались как раз-таки для этого. Слова главного имама похвальны, но если учитывать количество уже проведенных конференций, сделать вывод, что молодежь интересуется этой актуальной на сегодняшний день темой, пока нельзя. Амина Смакова, каратор Шитов Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Карагандинские спасатели объяснили, как правильно использовать пиротехнические изделия при проведении новогодних праздников. Для этого сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области организовали брифинг. В его работе приняли участие заместитель начальника ДЧС области, глава управления государственного пожарного контроля, а также начальник управления административной полиции. Накануне новогодних праздников на прилавках торговых точек появляется огромное количество пиротехнической продукции. Ракеты, бомбочки, салюты, фейерверки и прочие новогодние развлекательные предметы пользуются большим спросом. Однако не каждый знает, какую опасность они представляют при нарушениях правил хранения и использования огненной продукции. Вероятно, что существуют, создают дети, иногда неправильные спорты при технических изделиях приводят к пожарам. Тут бывают и крупные случаи пожаров, и жертвы, мимо всех в памяти трагичных случаев, которые произошли в Российской Федерации в 2009 году, когда ночной клуб храна, может, вы помните, наверное, там более 100 человек пострадало, из них 156 человек погибло. Участники брифинга рассказали о том, как же обезопасить себя и не омрачить новогодние праздники. Карагандинские спасатели рекомендуют при покупке пиротехнической продукции обратить внимание на наличие сертификатов качества, не покупать ее у уличных торговцев. К слову, в этом направлении работа идет полным ходом. В целях пресечения фактов незаконной реализации пиротехнических изделий департаментом, ПЧС и правоохранительными органами проводятся совместные рейды. По этим фактам, которые мы будем выявлять, эти торговцы, соответственно, будут приниматься меры воздействия в рамках законодательства. На сегодняшний день мы в прошлом году по этим вопросам работали, и в этом году мы уже совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям уже вопрос совместного взаимодействиям и мы будем работать с прокуратурой области по выявлению и привлечению данных физических и юридических лиц к ответственности в соответствии с законодательством. Также на брифинге были приведены рекомендации по приобретению и правильному использованию пиротехнических изделий. В руки брать предприятие изделий, как я говорил, уже покупателя нет, только визуальный осмотр, знакомство через рейды. Нам уже продвижный консультант должен объяснить покупателю правила использования данными пиротехническими изделиями, как их применять, срок годности, иметь они сетификатор, уже показать основные. Мирамгус Алкимбаев, Улжас Габасов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. В Караганде прошел юбилей актрисы, примы русского драматического театра имени Станиславского Нелли Штоколовой. В честь такого праздничного события актерами была поставлена мелодрама в двух действиях «Деревья умирают стоя» известного испанского драматурга Александра Кассона. Уже на протяжении 8 лет этот спектакль радует карагандинскую публику. Заслуженная артистка Казахстана работает в театре с 1958 года. В ее списке исполненных ролей героини самых разных жанров, многогранность и талант актрисы пользуются большим успехом у режиссеров. На юбилей любимой актрисы театр имени Станиславского собрал полный зал. Цветы поздравления. Аплодисменты не смолкали на протяжении всего вечера. Актеры на бис исполнили последние действия мелодрамы. Лучшим подарком для Аннелли Штоколовой как раз таки были те несмолкаемые аплодисменты на сцене любимого театра. На канале короткая реклама. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Тревел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Орион. Мы приносим радость в дом. В Карагане прошла персональная выставка Лилии Ким. Художника неординарного, очень лично снова. Свою выставку она назвала, когда душа улыбается. За душевной радостью отправился на выставку и наш корреспондент. Торговый дом Азия не впервые предоставляет свои помещения для организации такого рода выставок. Сюда приходят не просто покупать, но и знакомиться с прекрасным. В этот раз пришли друзья Лилии Ким, чтобы поддержать и порадоваться творческим успехом художника. Когда у человека широкая душа, то он вольно или невольно передает свои ощущения окружающим его людям. Я хочу быть художником, я хочу жить этим. Понимаете? Я хочу творить, я хочу делиться. Я не хочу размениваться. Потому что жизнь моя и она одна. И очень хочется, чтобы это было то, на что моя душа очень сильно откликается. Более 40 своих картин представила на выставке Лилия Ким. По ее собственной градации картины можно разделить на три темы. Вечная в отношениях мужчины и женщины, Казахстан, Ангелы души. Лилия Ким выставлялась довольно много в разных странах и городах. И везде ее картины привлекали философской глубиной внутреннего содержания. Казахстан всегда, когда на нее смотришь, она наполняет какой-то внутренней теплотой. Каждое утро, можно сказать, встаешь, когда проходишь мимо, дает тепло, какое-то человеческое тепло просто дает картина. И ты наслаждаешься, она создает дополнительную гармонию у тебя в пустире. Свои творческие поиски Лилия Ким начинала с батика. Ее и помнят как мастера по тканям. Но последняя выставка доказала, что ей подвластны и кисть, и краски, и холст. А главное, она эмоционально выражает движение своей души. Она отдает радость творчества своим ценителям и зрителям. Я увидела прежде всего Лилию, ее буйство, ее энергию, ее радость жизни, и ее радость и свободу, которую она получает, находясь именно в творческом процессе. Кстати, любители творчества Лилии Ким могли приобрести ее картины прямо на выставке. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. По всей Карагандинской области сегодня начались метели. В Казахстан пришел циклон с Атлантики через скандинавский полуостров, север Европейский, территории бывшего Советского Союза. Как по сообщению Казгидромет, в Караганде этот циклон очень активный и несет за собой осадки объемов 6 мм в секунду. Минимальный порыв и ветер составляют до 20 м в секунду. Ветренная погода сохранится до 22 декабря. Затем начнется понижение температуры до минуса 25 градусов. В городе прошли соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню независимости. Около 200 юных спортсменов собрались, чтобы бороться за первые места. Подробности у нашего корреспондента. Соревнования проходили среди участников спортивных школ. Состязались в мастерстве скорости и юноши и девушки 1999 и 2000 годов. Судьи оценивали спортсменов по нескольким видам легкой атлетики. Бег длиной в 50 метров, в 1000 метров, прыжки в длину и высоту. Участники бегают и прыгают с завидным упорством, ведь призы на соревновании солидные. Телепризеры будут у нас награждаться медалями, грамотами, ценными призами во всех видах программы. По словам главного судей, если учитывать прошлое соревнования, то будущие мастера спорта делают большие успехи и девушки, и юноши. Амина Смакова, Габиден Гружбеков, Вахтеар Аспанов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите новости завтра в это же время. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, особого здоровья.